Зинаида Золотова Зина, вот ты мне сказала, что ты не совсем президент, что вот без пяти минут ты президент. Расскажи, почему? Ну, потому что в данный момент документы на перерегистрацию организации находятся в юстиции. Так, и поясни нашим зрителям, почему именно ты президент, а не какой-нибудь уже такой старец, такой умудренный опытом каратист. Такая молоденькая девушка, 91-го года рождения. Ну, наверное, надо это узнать у нашего руководителя. Ну, нет, руководителя мы не пригласим. Мы пригласили тебя. Так что можешь хвалить себя, рассказывать нашим зрителям, в чем твои плюсы. Все-таки поясни, вот как ты думаешь, почему ты именно? Ну, наверное, энтузиазм, целеустремленность. Сейчас амбиций много. Чего хотят твои амбиции? Мои амбиции хотят, чтобы наши детвора поехали на чемпионат мира. Вот так? Да. А то, что ты президент, это какие-то права у тебя появляются новые или только одни обязанности? Ну, права, обязанности, возможности. Везде есть плюсы. Ну, это же, получается, общественная организация, то есть никакой зарплаты, никаких материальных бенефитов? Нет. Ну, в общем, мы поняли, что ты у нас целеустремленный и у тебя, видимо, какие-то свои идеалы. Расскажи, что такое карате кёко-сенкай? Это стиль. Это стиль восточного единоборства, японский стиль, первоначально основателем которого является Масута Цуо Яма. Вкладывалось в этот стиль не только физическое развитие человека, но и духовное его составляющее. Это полноконтактный вид спорта, который при развитии физических возможностей человека позволяет достичь определенных вершин, так скажем. Ну, духовно, ну, все-таки физически мы понимаем, да, что это все там мышцы, растяжка и тому подобное. Духовно как развивает, какая философия там? Любой восточный, так скажем, вид спорта под духовным развитием, наверное, подразумевает воспитание личности человека, воспитания, целеустремленности, каких-то идеалов, которые формируются на тренировке, тренировочной процессе, когда тренер общается с ребенком, да, начиная с раннего периода, так скажем, сознательной. Мне знать, что именно твой стиль, он один, наверное, из самых жестких? Ну, можно сказать, один из самых жестких видов. И что тебя туда, девушку юную, понесло? Наверное, случайность все-таки. Расскажи, что за случайность занесла? Брат у меня есть младший, который начал тренироваться почти на год раньше, чем я. Вот, ходили с родителями, забирали вас в тренировки, мне стало интересно, вот как-то втянулось постепенно. И сколько тебе тогда было лет? Восемь. Восемь лет. И расскажи нашим зрителям за вот этот вот период времени, когда ты занималась каратэ, каких успехов удалось достичь? Ну, многократно выигрывала первенство города, первенство области, выезжали на турниры в Краснодар, Астрахань, Балгоград, Москву, даже в Челябинске побывала. В суровом городе? Да, ну, очень интересный город, своеобразный такой. Правда там все суровые? Ну, не настолько, насколько показывает наше телевидение, но очень интересно. Ногти там не стригут образом таким странным? Ну, нам тогда очень весело было, мы с кондуктором на английском языке разговаривали, в принципе, притворились о том, что иностранные, так скажем, гости города. Делегации? Да, и нам кондуктор в троллейбусе на английском начал отвечать. То есть вот такой город контрастов, да? Да и ты у нас тоже девушка контрастная, поездила по стране. Расскажи, вот я замечаю, что очень много мужчин слабеньких, вот таких женственных. Это только у нас в Ростове такая беда. Или повсеместно в России, или ты вообще с этой бедой не сталкивалась? Ну, я думаю, что эта беда повсеместно по всему, по всей стране, да, складывается. Но лично в моем опыте с такой категорией граждан мужского пола я не сталкивалась. Ну, вообще, ты можешь признать, что да, мужчины что-то у нас сдают. Мужчают. Не, или женственную. Борода есть, а смысла нет в бороде. Может и так. Расскажи про тех мужчин, с которыми ты общаешься. Может быть, сейчас послушают наши девушки, будут знать хоть, где искать-то принцев. Где искать принцев? Не знаю, наверное, в спортзале, в каких-то более мужских профессиях, в органах государственных, в секциях, в спортивных, в тренажерных залах. Ну, в тех местах, которые, наверное, подчеркивают их не мужское достоинство. Ну, например, в спортзале очень часто я видела мужчин, которые делают селфи губки уточкой. Вот, поэтому я не знаю, насколько физические способности, такие эстетические, влияют на мужественность. Является ли это показателем мужественности? Может быть, этот человечек с губками пришел, чтобы исправиться туда? Чтобы их обратно ему туда, да? Возможно. А расскажи, насколько тебе, девушке, было тяжело принимать эту философию? Философию Кио Косинкай. Наверное, Кио Косинкай воспитал во мне целеустремленность, которой я сейчас даже горжусь, когда ты ставишь какую-то определенную задачу перед собой, цель, и стремишься к ее достижению. Ну, а цели какие могут быть у девушки, у молодой, которая еще и замужем? Уже все, все, цель достигнута, как считают многие, ты вышла замуж. Этого мало. Что тебе еще нужно? Что нужно современной молодой девушке? Какие цели ей нужны? Ну, наверное, по специфике моей работы, так скажем, в спорте, достижение реализации в учениках, да, достижение, чтобы детвора выезжала за пределы Российской Федерации. А в семье, естественно, детей надо. Ну, расскажи эту замечательную историю про твои образования высшие. Ну, я закончила Ростовский юридический институт МВД России, юридический факультет. Учусь в бывшем РГУ, нынешнем Южнофедеральном университете на историческом факультете, диплом защищаю. Вот, и имею переподготовку Кубанского университета по физической культуре. То есть ты у нас опровергаешь вот эту вот теорию о том, что бойцу мозги не нужны. Да. Нужны мозги. Категорически опровергаю. А ты будешь как-то заниматься юриспруденцией? Историческое свое образование куда-то будешь применять? Ну, историческое образование, это как бы второе образование было, и получалось с целью просвещения, так скажем. То есть прикладной особой функции не несет? Задача просто, как бы каждый человек должен знать свою историю. И что ты изучала именно? Историю России? Ну, за все пять лет обучения, это от древности мира до современности, но профиль у меня по отечественной истории. То есть это для себя в основном? А юридическое образование куда ты его теперь? Первоначально юридическое образование вкладывалось для работы в адвокатуре, наверное, в органах как-то не очень хотелось работать. Сейчас это, скорее всего, больше основа, так скажем, знаний, которое лежит у меня в голове и не применится, наверное, в профессиональных навыках. А в органах почему не хотелось работать? Это же, ну, вот, школа милиции, да, в простонародье? Да, школа милиции, я юрфак закончила, то есть погоны я не одевала. Наверное, в органах, если честно, девушке не нужно работать, потому что с утра до вечера работаешь, ненормированный рабочий день и заработная плата, наверное, не та, которая может удовлетворять все ее потребности. Прямо как у журналистов, все. Ну, я шучу, конечно. Или не шучу, не знаю даже. Я заметила, что тебя тащат в мужские какие-то профессии. Вот школа милиции, вот каратэ, вот мы деремся. Ну, еще люблю экстрим. Какие виды именно экстрима? Мечтаю порвать парашют, и никак не получается, к сожалению, но я думаю, что в этом году я это осуществлю. Мне нравится охота. Охота. Охота? Да. Ты охотишь? С ружьем? С ружьем. С оружием? С оружием. С холодным? С огнестрельным? С огнестрельным. И есть у тебя уже какие-то трофеи? Ну, это увлечение у меня только последние полгода, наверное. А последний раз мы были в спортлагере с ребятами в Новороссийске и попробовала подводную охоту, тоже очень понравилось. С гарпуна стреляла? Ну, там ружье, да, специальное. Ох, ничего себе. Ну, вот экстрим, ну, я зрителям скажу, что мы с Зиной познакомились на Дне физкультурника, и я, и все зрители видели, как об нее разбивали речки трехметровые. Давайте вспомним, как это было, ну, а кто не видел, узнает. Расскажи, я все-таки увидела элемент страдания на твоем лице. Это больно или это элемент шоу? Нет, это больно. Это синяки? Да, 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 да. И что нужно делать, чтобы тебя могли разбить предметы первой необходимости? Ну, не первый, второй, наверное. Ну, для... Строительные материалы, в общем. Строительные материалы, главное, кирпичи не нужно трогать. Кирпичи не бьешь? Не пробовала, камни пробовала, кирпичи не бьешь. Камни? Камни пробовала? Да. Какой толщины в сантиметрах, пожалуйста? Ну, не знаю, на побережье мы с детворой пробовали бить относительно, ну, такие, наверное, кругленькие, красивенькие. Кругленькие, красивенькие, да, и в толщину они сантиметров 5-6. Ну, 5-6 это много, наверное, 4 точно. И как у тебя это получилось? Удачно? Удачно, и не первый раз, и не последний. О, Господи, и что нужно для того, чтобы уметь разбивать камни, деревья? Деревья? Деревья не нужно трогать. Ну, уже в виде бревнышек. В первую очередь техника выполнения. Если мы будем это делать неправильно, мы получим травму. Вот, а для того, чтобы применить технику, нужно физически развиваться, потому что делая правильно, но не применяя сил, это точно не получится. Это нужны мышцы? Да. Мышцы. Я вот слышала во время выступления фразу, да у них доски поломатые. Вот, расскажи, насколько правы были люди? Абсолютно не правы. Ни разу никогда не применяли подпиленные доски, ничего не подкладывали под доски, там, какие-то камушки, да, чтобы они трескались. Детвора всегда бьет их, если не получается, пробуют еще раз, да, там, следующее выступление. Просто для детей это более меньший, маленький диаметр доски, для взрослых больше, количество увеличивается. А люди все равно не верят. Ну, это дело людей, пробуют, подходят, такие тоже есть. Вот после дня физкультурника на показательных выступлениях подходили футболисты лет по 15, сказали, что вот подпиленные, наши ребята им дали досточки попробовать, возможностей футболистов оказались меньше. И результат? Результат. Один парнишка немножко себе повредил руку, ну, скорее всего, там синячочек будет небольшой. Синячочек? Синячочек, да. Вот, второй не стал пробовать, третьим завершил, не начав, наверное, так правильно сказать. Ну и, слава богу, здоровья этим ребятам. У тебя после того, как об тебя разбивают доски, следы остаются? Естественно. Но это больно? Ну, не прям так уж больно, но очень неприятно. А я еще видела, как ты об молодого человека лупасила, так сказать, бревна. Братик мой был как раз младший. Это вот как раз твой младший братик? Да. Здоровенький у тебя, братья. Не страшно было родную кровиночку-то, еще и младшую, разбивать вот эти вот... Главное было попасть в пресс. Ну, опасность была, да, не попасть? Ну, первый раз я как бы била об него доски, черенки, так скажем, но я думаю, что у нас получилось. Тебе понравилось бить мужчину досками? Брата, главное, брата. Ты спокойный человек? Ну, в принципе, да. Тип характера такой у тебя? Сангвиник или как это называется? Да нет, я в любом случае оптимист, который ведет очень активный образ жизни, и я себя не могу отнести к пессимистам, сангвиникам, еще что-то. Как-то она звучит некрасиво. Скажи, тебя ничего не бесит в этой жизни? Вот, например, ну ладно, открою тайну, не первый раз мы записываем эту беседу. Первый раз не получилось. Ты спокойна? Ну, да. Кофе помогает. Только кофе или, может быть, все-таки карате? Философия карате или что-то в этом роде? Философия карате воспитывает, да, наверное, ох, как это называется-то? Спокойство и уравновешенность. Да, да, да. А гармонию внутри себя? Ну, не всегда ты ее ощущаешь. Иногда используешь грушу. Все-таки есть место, где ты вымещаешь зло. Все-таки зло есть в тебе. Агрессия присутствует. Но она есть во всех. Вот, но в тебе как-то в меньшей степени. Возможно. То ли потому, что тебя карате так воспитало уже, да, что? Ты не особо нервничаешь, дергаешься. Все, и так тлен. Либо потому, что ты нервничаешь и вот на груши. Вот какой из вариантов? Скорее всего, я просто сдерживаюсь. Сдерживаешься? Да. У нас мир сложный. Я общаюсь с людьми. Основной мой круг – это телевизионщики. Либо люди с ними связаны. И среди них много очень девушек. И среди этих девушек очень страшное настроение иногда бывает. Потому что что-то не успеваем. Кто-то не успевает. Кто-то опаздывает. Кто-то что-то не сделал. Кто-то кнопочку не нажал вовремя. Запись не пошла. И все очень нервные. Возможно ли нам, 25-летним старухам, начать свой путь в спорте, в карате, например, и принять эту философию, как-то перестроиться и стать спокойнее? Тренироваться, совершенствоваться можно начинать всегда. Есть примеры. У нас тренируется один тренер-преподаватель Ирина Дорохина. Она привела ребенка заниматься, а в дальнейшем осталась сама. Получила черный пояс. Достаточно успешно тренируется, занимается, помогает организации. Черный пояс – это у нас наивысшая точка? Ну, наверное, для общей массы, да. А на соревнования она выезжает какие-то? Нет, только на нашем уровне. Вот, а я люблю соревнования. Люблю этот соревновательный момент. У меня, вот если я приду к тебе заниматься в свои 25 лет, у меня есть возможность выйти на хоть какой-нибудь уровень нешкольный? Ну, кекушинка – это не только кумите и бой. Кумите что это? Кумите – это бой, спарринг. Понятно. Вот, есть еще дисциплина ката, то есть техники. Ну, это бой с невидимым. Бой с невидимым партнером, да. Я хоть что-то знаю. Вот, то есть я думаю, что там можно было попробовать выехать, наверное, даже какие-то более высокие соревнования, чем город. А от мутузы я никого не смогу уже? Ну, возможно. Или девочки из моей категории будут уже прям намного сильнее меня? Просто уровень к этому возрасту уже тренируется там 5, 10, 15 лет. И достичь этого уровня очень тяжело. А вот если у меня есть какая-то подготовка, например, там, кикбоксинг, мне это не поможет? Поможет, естественно. Поможет. Конечно. Ну, слава богу. Будем пробовать. Девочкам нашим, которые там вот работают активно, все время там работа-работа, им спорт может как-то помочь? Может быть, найти себя, отвлечься, еще что-то в этом роде. Несмотря что они искать будут конкретно. Для духовного, так скажем, именно морального спокойствия поможет любой спорт. Даже если они в бассейн будут ходить, плавать. Тебе когда-нибудь приходилось применять навыки твои каратистские на улице? Приходилось ли защищать себя? Да, было пару случаев. От кого защищалась? Псы? Нет. Девушки? Кто? Молодые люди есть такие. А что они делали с тобой? Зачем? Напали на тебя? Ну, не то что напали, познакомиться хотели. Познакомились? Только познакомиться. А почему пришлось силу применять? После определенных действий, так скажем. Замечательно. Замечательно. Сколько их было? Двое. И ты их отмутузила? Одного. А второй убежал? Можно так сказать. Ну, вот, ты говоришь, с тряпками ты не соприкасаешься, выходишь, когда в мир, в народ. Вот они все здесь. Для того, чтобы научиться вот так эффектно бить об себя доски, что нужно? Вот девушка захочет, вот поругалась со своим парнем. Не тарелочку разбила, а досточку. Об себя или об него, неважно. Об себя не нужно. Чтобы бить доски, нужно не только физически развиваться, а правильно выполнять эти движения, так скажем, технически. А чтобы обнять, а не ее бить доски, нужно к этому морально, наверное, еще очень сильно готовиться. Морально. А мышцы? Мышцы, кости, все это укрепляется, нет? Ну, только с годами тренировок. Если только прийти заниматься, никто даже не даст попробовать это сделать. Я знаю, что есть там всякие бойцы, тайландские боксеры и тому подобные люди, которые там набивают себе мозоли, там, долго и упорно. А у вас есть такое? Есть разные техники, либо набивание мышцы, либо отвердение кости, например, голеностолпа, да. То есть мы, например, работаем на мышцы. Ничего себе. И каким-то образом вы ходите в зал, поддерживаете себя в форме, или для вашего вида спорта не обязательно вот эти вот груды, вот эти все? Нет, груды мышц не обязательно, главное, чтобы они эластичны, пластичны были, то, что скорость и так далее, и на динамику работают. А растяжка важна? Естественно. У тебя цель выводить учеников на серьезные старты соревнования. Чего удалось достичь уже? Ну, уже сейчас мои, так скажем, подопечные выступают не только на городских областных турнирах, а на ЮФО, на других регионах, так скажем. Ездили в Волгоград, в Астрахань, в Краснодар, в Ставропольский край, в Светлоград. Есть какие-то медальки, результаты? Естественно, то есть основная масса детворы приезжает туда с медалями и кубками, получают за лучшую технику в номинациях призовые места. Есть детвора, которые на всероссийских турнирах уже призовые места занимали в Москве и в Анапе. Ты сколько лет преподаешь именно? Четыре. Четыре года преподаешь, и это нормальный результат для... Хороший результат. Да я просто думала, немножко сверхъестественный. Четыре года преподаешь, и у тебя уже ребятки на такой высокий уровень выходят. Стараемся. У нас в Ростове вообще сколько есть организаций, в которые можно привезти ребенка, и твой ребенок возьмет, и им начнет делать шаги, и в итоге станет каким-нибудь чемпионом. Именно по карате? Именно, да. Вот карате, кёка, синкай. У нас несколько организаций в Ростове, но они все равно все объединены в одну ассоциацию, поэтому все равно в какую организацию привезете ребенка. Тут без разницы. Невозможно ли наткнуться здесь на всяких шарлатанов? У нас нет такого. Это присутствует везде. И как отличить организацию, которая просто снимает с родителей деньги, от организации, которая выводит детей на действительно высокий уровень? Посмотреть, наверное, результаты. Все инструктора аккредитованных организаций, которые официально у нас проходят по реестру в Минспорте, можно посмотреть на сайте Минспорта. Инструктора, у которых есть аккредитации, именно у личного инструктора по образованию и так далее, есть документы и лицензии, висят на сайтах ассоциаций именно вида спорта. То есть полностью все фамилии на российских сайтах висят. Можно просто зайти и проверить. Я просто видела в различных фитнес-центрах, там преподаем бокс, преподаем еще карате, а смотришь и понимаешь, что не имеет никакого отношения это ни к какому боевому виду. Это просто вот по скакушке. Ты как вообще к этому относишься, когда приходишь вроде бы на бокс, а там... В фитнес-центрах, если приводить детей, акцент делается на физическое развитие, что-то вроде фитнес-карате, фитнес-бокса, да, так скажем. Вот если конкретно заниматься, то в фитнес-центрах, наверное, не очень это развито. Только если сделаны там договоры какие-то, когда инструктор работает именно на результат. То есть просто предоставление помещения. Если это работа именно на фитнес-центрах, то, скорее всего, это что-то вроде, вот как ты говоришь, потанцевать. По танцушке. Да. Ты же не только занимаешься вот в этой организации, ты же еще у нас в молодежной... В совете молодежи. В совете молодежи. Там у тебя какие функции? Ох, я только начала заниматься в этой организации, в развитии спорта, наверное. Тоже вот спортивное. А что же тебя так привлекает в общественной деятельности? Она же отнимает кучу времени и при этом... Не приносит ничего взамен, кроме морального удовлетворения. Да, сатисфекшена такого. Развитие, наверное, то, что помогаешь детворе развивать спорт не только в начинаниях карате, да, а вообще, то есть здоровый образ жизни. Карате. Вот ты связала свою жизнь с карате, не было ли такого, что к тебе подходили ребята, ну или женщины, говорили, что ж ты занимаешься, это ерундой, ты же девочка, сиди и мой посудку, пеки пирожки. Очень часто спрашивают, это, наверное, один из главных вопросов, всем очень интересен. Ну и как ты на это реагируешь? Не надоело? Сейчас уже более сдержанно как-то, а вот в подростковый период это немножко надоедало, да. И показывала для чего? Заниматься, нет? Нет, говорила, если хотите узнать, приходите, занимайтесь, а так это только тавтология. А вообще, действительно ли это не женское дело? Или карате и прочие боевые виды, действительно боевые, девушке тоже нужны? Любой человек должен уметь постоять за себя, так же, как и девушка. Ну тебе это придает уверенность? Очень сильно. Ну ты не часто дерешься, но ты просто идешь и знаешь, что молодой человек, я вас могу побить. Больно. Ну да, наверное, так. Сейчас очень сильно, может быть, с учетом каких-то ситуаций в стране или как-то, даже не знаю конкретно по какой причине, по всей России очень много девушек занимается единоборствами. Лично у меня в группе есть девчонки, которые приходят тренироваться. Процентов, наверное, 15-20 от группы это девушки и девчонки, которых приводят родители, причем папы приводят их заниматься. И они достигают результатов, как бы не только просто там танцуют, так скажем, а выигрывают соревнования, не только городские, областные. Есть у меня девочка, 14 лет, сейчас исполнилось, Жихарева Ярославна. Она на всероссийских турнирах в Москве третье место заняла. 14 лет. И сколько лет она занималась, прежде чем выехать на такие соревнования? На всероссийский турнир она выиграла полтора года назад, получается. Тренировалась она, наверное, лет шесть, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, все достижимо. Да, была бы цель. Ну что ж, у нас время заканчивается. Спасибо тебе большое, Зина, что пришла к нам. Спасибо, что вытерпела эту беседу. Приходи к нам еще. У нас в студии была президент Ростовской общественной спортивной организации Федерации Киокосинка Карате Зинаида Золотова. Зина, удачи тебе, твоим, я не знаю, питомцам. Да, в общем, спасибо тебе большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова